Сегодня в видео. Немного истории появления единиц измерения. Краткие характеристики резьбового соединения. Эксперимент с нарезкой резьбы сверху на уже существующей резьбе. С вами реал-конструктор Стас. Приступим. Итак, вначале немного истории типов резьбы. Упоминание о форме и функции, отдаленно напоминающей современную резьбу, идет еще с Древней Греции. Историки пишут, что первый резьбонарезной станок был изобретен в 1568 году французским умельцем Жаком Бессоном. Впоследствии в 18 веке самое широкое развитие и распространение деталей с резьбой произошло в Великобритании. В то время основной единицей измерения был признан английский дюйм, который обозначался, как правило, двойным штрихом. На сегодняшний день принято, что один дюйм равен 25,4 мм. Англия боялась нападения со стороны Европы и Франции, вследствие чего искусственно внедрило метрическую систему мер. Это сделали английские резиденты в результате Великой Французской революции. Сначала метрическая система была внедрена во Франции, а затем и во всей Европе с целью усложнить ремонт оборудования и оружия английского производства, а также с целью притормозить технологический процесс Франции и других стран. Основой метрической системы стал метр, от греческого слова метро, мера. Один метр равняется тысяча миллиметрам. У меня на столе лежат два вида винтов с метрической резьбой и с дюймовой. В метрической резьбе для обозначения размера берется наружный диаметр резьбы болта. В дюймовой резьбе для определения резьбы нужно знать наружный диаметр резьбы, внутренний диаметр резьбы и шах резьбы, то есть количество витков на дюйм, а затем по таблице определить совпадение полученных комбинаций. Как видим без измерения на глаз определить какая резьба сложно. В миллиметрах наружные диаметры этих резьб почти одинаковые. Наружный диаметр немного меньше четырех миллиметров. Беру метчик М4, накручиваю на него гайку, а затем накручиваю гайку на винт. Таким образом определяю, что винт с метрической резьбой М4. Дюймовый винт в эту гайку не закручивается. Измеряю при помощи штангенциркуля количество витков на дюйм у винта с дюймовой резьбой и получаю цифру 32. Далее по таблице определяю, что перед нами резьба с наружным диаметром близким к 4 миллиметрам и количество витков на дюйм 32 и это в 5,32 дюйма. Визуально сравнивая резьбы при большом увеличении видно, что они разные и по форме резьбы и по шагу. Сегодняшний эксперимент будет заключаться в следующем. Можно ли нарезать метрическую резьбу сверху на дюймовой при условии, что диаметр стержней совпадает. Для этого я воспользуюсь плашкой М4. Также посмотрим, какого качества резьба получится. Устанавливаю плашку в держатель, зажимаю винт с дюймовой резьбой надежно в тисках. Смазываю поверхность для нарезания резьбы машинным маслом. Нарезаю метрическую резьбу на существующей дюймовой резьбе. Как видно из опыта, нарезать резьбу получилось и она достаточно хорошего качества. Витки метрической резьбы полные по высоте и имеют немного недорезанные вершины. Это происходит из-за разности шага резьбы. Метрическая гайка накручивается без труда и практически имеет такой же люфт, как и на родной резьбе. Эксперимент считаю удачным. Спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале.